Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара БТСВ. Это легкий танк третьего уровня Советского Союза. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хотелось бы, как обычно, кратенько попросить каждого из вас, кто еще не подписался на канал, сделать это и поставить лайк этому видео. Буду очень благодарен вам за поддержку моего канала и оценку моих трудов. Итак, ребят, БТСВ. Кратенько по техническим характеристикам. Броню, подвижность, подобные вещи оценим с вами в бою. Ну, цифры мне лично, как правило, ничего не говорят. Что мне говорит? Мне говорит орудие и что оно может в бою, так как мы заходим в бой для того, чтобы не покататься, а чтобы пострелять. Итак, время перезарядки 4.65 довольно неплохо. Точность сведения сейчас заценим в бою. Наносимый урон в минуту 839 единиц, а это неплохо, потому что запас прочности самой ЛТшечки 509. Ну, округлим до 510. Того 1100, простите, 1020 единиц прочности вы можете, в принципе, разобрать БТСВ за, грубо говоря, ну, полминуты боя. Да, там, если постараться. Если говорить о двух БТСВ, то, в принципе, вам хватит и двух минуточек, а то и полторы. Таким образом, в принципе, пушечка, ну, должна показывать себя неплохо. Сейчас мы это заценим. Среднее бронепробитие 84 единицы, ну, довольно неплохо, как для третьего уровня, ну, и особенно для легкого танка. Средний урон 65 единиц, плюс-минус тоже неплохо. Маловато, конечно, но будем пытаться компенсировать временем перезарядки. Итак, давайте закатимся в бой. Итак, для начала мы заценим подвижность. Как раз одна из тех карт, на которых все пытаются как можно быстрее заскочить туда на горку, ну, и там потом стоять в окружении и пытаться отстреливаться от наступающих, подтягивающихся врагов. В принципе, плюс-минус, под небольшую горку идет довольно бодренько. Хотелось бы, конечно, чуть больше, все-таки это легкий танк, а не средний, но в целом неплохо. Формой данный танк мне как-то напоминает то ли гроб, то ли кусок мыла, ну, в общем, что-то такое среднее. Ну, а морда у этого танка настолько смешная, насколько только можно придумать. Мне почему-то кажется, что это вообще, наверное, самый смешной по внешнему виду танк в игре, потому что он, мне, честно говоря, больше всего похож на какого-то такого комара. Вернемся в ангар, отсудим это отдельно. Что касается бронепробития, ну, в принципе, плюс-минус неплохо, а вот бронирование у танчика, ну, крайне пустышное. Пробивают его постоянно, пробивают его везде, все вот эти вот видимые углы наклона брони, ну, как бы вообще ни о чем. Они что есть, что их нет. Ее все равно прошивают, эту ЛТшку. Я уже, честно говоря, не знаю, имеет ли смысл сюда под горку сейчас пихаться. Может, вообще сейчас психанем мы попытаемся объехать, будем надеяться, что наши ребята продержатся. Ну, а мы с вами немножко еще заценим ее подвижность и насколько на ней удобно передвигаться по карте. Плюс-минус неплохо, практически полпути уже врагу в тыл пройдено, наши ребята держатся, а значит, у нас есть шансы доехать. Ну вот, ну чем не комар, два глаза и острый нос. Ну, просто, честно говоря, уписаться с осмеху можно. Что касается скорострельности, довольно неплохая скорострельность, можно перестреливаться с врагами. Единственное, что, пытаться параллельно где-то хорониться, потому что вас будут пробивать и пробивать будут вас постоянно. То есть, практически все, что будет в вас прилетать, оно будет в вас прилетать с пробитием. Ну, а если вы еще и попадете на какой-нибудь плюс-минус наносящий урон танк, то, в принципе, пробивать вас будут еще и с довольно-таки высоким уровнем наносимого урона. Гонять кого-то на этой ЛТшечке, ну, крайне комфортно, крайне приятно. Она очень подвижная. Скорость поворота башенки тоже довольно неплохая. Ну, вот как-то приблизительно так сыграли первый бой. Сейчас зайдем во второй, ну, а сначала посмотрим... Посмотрим с вами результаты боя. Итак, по результатам боя, ну, фиг да нифига, 244 единицы урона. Повреждений, ну, троих, как бы, тоже особо ни о чем. Ну, вот такой вот приблизительно фармик получился тоже, как бы, для третьего уровня. Что есть, что нет. Ну, главное, в минус не вышли. Мы заняли последнее место, хотя БТСВ способна на большее. Но, вот так, как есть, так есть. Кто-то, безусловно, может... Да, сбился с мысли. Кто-то, безусловно, может сказать по просмотру этого видео, что у меня косые руки или что танчик играется гораздо лучше. Кто-то будет недоволен данным видео, по крайней мере, первым боем. Мне хотелось бы отметить следующее. У меня менее 50% побед. Я не являюсь статистом. Я захожу в танчики для того, чтобы пофаниться и веду свой канал, снимаю видео для таких, как я, а не для статистов. Статисты смотрят каналы тех, у кого получается лучше. Ну, а очень еще все любят видео тех игроков, которые снимают стримы либо обзоры на подкрученных аккаунтах для того, чтобы показать, что чуть ли не любой танк, который попадает в руки, он просто имбовый. Его стоит брать, его стоит покупать. Я же пытаюсь показать танки такими, какие они есть на самом деле в руках среднестатистического танкиста. Ну, в моих руках БТСВ ведет себя именно так. Может, я играю как-то плоховато, а может, действительно, как-то оно сейчас должно было в ПЗшечку-то все-таки залететь и попасть, но, к сожалению, этого не произошло. Итак, подвижность неплохая, сведение плюс-минус тоже неплохое. Пробиваем мы практически всех, практически везде, но в то же время и нас тоже довольно неплохо шьют. Единоразовое пробитие, но оно крайне скромное. Как бы мы ни танковали, как бы мы ни становились, все равно залетает в нас просто-таки на ура. И от этого, честно говоря, в бою немножечко становится грустно, потому что хотелось бы все-таки от коллекционной машинки чего-то побольше. Сейчас попытаемся откатиться немножко назад, попытаемся прожить немножко дольше. Я думаю, ребята, что нам надо потихоньку отсюда как-то пытаться сковылять, дабы не очутиться в ангаре. Так, наугад не получилось у нас, сейчас попытаемся зайти немножко с тыла, может с этой стороны у нас что-то получится. Ну вот сейчас у нас повезло нам, что без пробития, опять-таки не повезло, потому что мы ни в кого не попали. Я не знаю, я честно говоря, куда от них от всех прятаться. ПТ-шечка нас не смогла вынести, это уже хорошо. Коварный Д-2 стоит с левой стороны, сейчас явно будет ехать на нас, видя, что мы, в принципе, для него шотные. Ну и мы в ангаре. Нет, мы еще не в ангаре, нам пока повезло. А вот теперь мы точно в ангаре, потому что нас вынесет БЗ. Ну вот, как-то так играется БТСВ в руках обычного танкиста, не скиллового игрока. Давайте посмотрим на нашу тушку. Ну, несмотря на углы наклона нашей брони, нас пробили в бок два раза, нас пробивают постоянно. Плохо видно с этой стороны. Вот, нас постоянно шьют в нижний бронелист, который вроде бы тоже немножко там под каким-то неплохим углом вроде бы должен был стоять. Но это не сильно помогает. Вот так, по-моему, видно лучше всего. Ну, а в эту масочку, которая спереди, точнее, не масочку, а вот эти вот лючки для водителя, ну, как бы, блин, шьются только так. Наш урон в этом бою уже составил 585 единиц. Мы сделали один фраг. Команда, к сожалению, проиграла. Я не знаю, с нашей помощью они проиграли или нет. Но давайте посмотрим результаты по команде. Мы заняли третье место. Плюс-минус мы отыграли неплохо. Я думаю, что команда проиграла больше из-за того, что двое вот этих игроков, к сожалению, вообще ничего не смогли сделать в данном бою. То ли не смогли, то ли были АФК. Особо не отслеживал. БТ2 сделал 72 урона. Ну, возможно, тоже там по какой-то причине у него ничего не получилось. Играя команда немножко получше, я думаю, что, в принципе, наши шансы на победу были бы довольно неплохие. Потому что здесь эти двое сыграли одинаково. Здесь тоже плюс-минус одинаково. Ну, и мы сыграли лучше, чем третий игрок в их команде. Соответственно, наш четвертый тоже лучше. То есть шансы на победу у нас были довольно неплохие. Подвели нас немножко вот эти вот трое ребят. Ну, да не беда. Такое тоже бывает. Кратко суммируя по данной машинке. Данный легкий танк, он хорош только для тех, кто хочет раз в месяц случайно попасть на него у себя в ангаре. Ну, и чисто, чтобы поржать, выйти на нем в бой. Вот и все. Он не фармит. Он, я бы не сказал, что сильно фановый. Весело только смотреть на его вот эту вот веселую мордашку. Ну, и что действительно весело, это то, что на нем можно легко перемещаться по карте и закатываться куда-нибудь в тыл. Это все, на что способна данная ЛТ. На данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, смотрите новые видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всех благ вам, всего хорошего. Играйте в танки и фантись. Играйте в танки и фантись.